Всем привет! В четверг состоится матч в рамках Лиги Европы, раунд плей-офф, Астана-Бате. Все с нетерпением ждем этого матча. Был у меня опыт выступления в казахстанском чемпионате. Сложный чемпионат, все-таки там команды отличаются бойцовскими качествами. Поэтому Бате надо настраиваться на борьбу, очень серьезную борьбу. И команды чемпионата Казахстана все-таки играют до последнего. Неважно, какой счет, они будут проигрывать 2-0 или 3-0. Пока свисток судей не просвистит об окончании матча, они будут биться до конца. Единственный фактор, который может повлиять на ход встречи, и где-то, может быть, и перевернуть хоть встречи, даже если где-то будет складываться игра в нашу пользу. Поэтому надо нам настраиваться на очень серьезную и боевую игру. Преимущество Астаны. Хорошая атакующая линия. Много забивают в чемпионате Казахстана. Делят там, по-моему, первое место с Кайратом по забитым голам. Тоже немного пропускают. 20 голов пропустили. Есть хороший нападающий Томазов. Очень хорошая у него статистика. 16 забил, 16 отдал. Голевых пасов 32 очка по системе гол плюс пас. Муртазаев есть нападающий тоже. 10 плюс 5 у него по системе гол плюс пас. Поэтому наш соотечественник играет Иван Маевский. Амбициозный парень будет тоже действительно играть, доказывать нашим белорусским болельщикам нам всем уровень чемпионата Казахстана и свой уровень. Что касается БАТЭ. Сказал бы так, просматривается определенная тенденция. Все зависит, как я называю, это ракета СС-22-8. То есть, что я имею в виду. Два Стасика у нас. Стас Драгун и Игорь Стасевич. Все-таки не в обиду будет сказано игрокам БАТЭ. Вот остальным. Все-таки, если это парочка, да, они будут настроены, они будут в хороших физических кондициях. Намного будет проще сыграть там, конечно, и забить гол. Итак, мы верим в хороший результат. Я думаю, что БАТЭ забьет. Если играете, играйте с букмекерской компанией MaxLine. Продолжение следует...